Вы интересуетесь историей, вам интересны великие открытия всего человечества, вам нужно напомнить о том, что вы знали ранее, тогда оставайтесь с нами. Эта передача специально для вас. Здравствуйте, в эфире ТВ Мытища, неделя открытий. И с вами, как всегда, Мариам Тумбулян. Сегодня вы узнаете несколько интересных фактов из жизни Анны Ахматовой про день мебельщика, о музее изящных искусств, какое знаменательное событие произошло 14 июня 2011 года в Мытищинском районе, почему стали реконструировать бывшую прачечную в поселке Клязьминское водохранилище. А в конце передачи я расскажу про день африканского ребенка и медицинского работника. Я живу, как кукушка в часах, не завидую птицам в лесах, заведут кукую, знаешь, долгую такую лишь врагу пожелать я могу. Эти строки принадлежат талантливой поэтессе 20 века Анне Ахматовой. Она родилась 11 июня 1889 года в семье дворянина Андрея Горенко и Ирины Строгановой. Возникает вопрос, почему Ахматова? Оказывается, у нее был предок по материнской линии ордынский хан Ахмат, от имени которого и образовался псевдоним. Детство и творчество Анны прошли в царском селе. В 1905 году после развода родителей вместе с матерью она переехала Евпаторию, где училась в гимназии. А с 1908 года по 1910 год продолжила образование в юридическом отделении киевских высших женских курсов. 25 апреля 1910 года обвенчалась Николаем Гумилевым. 12 июня вся страна отмечает День России, а еще и День мебельщика. Расскажу об этом вам поподробнее. Дата неофициальна, но люди, работающие в этой сфере, отмечают ее в узком кругу среди коллег. Согласитесь, профессия довольно-таки интересная. Хочется узнать о ее возникновении и специфике работы. Думаю, для этого нужно обратиться к специалисту, знающему толк в деле. Я выяснила, что в Матищинском районе существует компания по разработке мебельной продукции «ВК-мебель». Ее генеральный директор Виталий Юрьевич Кочура ответит на все наши вопросы. История возникновения профессии мебельщика начинается с того, что человек хотел себе оборудовать спальное место. Слово «мебель» к нам пришло в Петровскую эпоху, из французского, что означает «движимое имущество». И именно тогда уже широко в России начинает развиваться мебельное производство. В советскую эпоху мебель делалась типовая, все одинаковое. Задача была обеспечить население мебели. Но уже в современное время делаем мебель из любых материалов, даже из самых современных. Металл, пластик, стекло и любой фактуры, расцветки. Но работа мебельщика начинается с того, что ставится задача и создается проект. Именно составление проекта, конструкции, дизайна – это первый этап работы. И наша задача, задача мебельщиков – создать уют и комфорт для людей. Музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина празднует свое столетие. 13 июня 1912 года состоялось торжественное открытие музея изящных искусств имени императора Александра III. Иван Владимирович Святаев, историк искусств, выступил в качестве инициатора создания музея. Изначально музей создавался как учебно-спомогательное и публичное хранилище слепков и копий с классических произведений мирового искусства. Архитектор Клейн руководил постройкой здания. Ему помогали инженеры Рерберг и Шухов. В 1932 году музей был переименован в Государственный музей изобразительных искусств. А с 1937 года музею присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. 14 июня 2011 года в Мытищинском районе произошло знаменательное событие. На Международный форум инноваций развития, проходивший в Москве, для вручения наград были приглашены глава Мытищинского района и руководящие работники Центра информационных технологий. Виктору Сергеевичу Азарову вручили почетную медаль «За доблестный труд». В отчетном знаке «За заслуги» по модернизации России отмечены предприятия Центра информационных технологий Мытищинского муниципального района. Генеральный директор Центра информационных технологий Владимир Иванов, директор телекомпании ТВ Мытищи Валерий Тарасенков и главный редактор Татьяна Короткова также получили медаль «За доблестный труд». Задача данного мероприятия – объединиться и направить усилия представителей власти, общественных организаций и предприятий, чтобы усовершенствовать экономику России. Кроме того, мытищинцы могут похвастаться тем, что в научный редакционный совет журнала «Модернизация, информация и развитие» входит наш земляк, доктор экономических наук Евгений Жуков. 15 июня 2011 года в рамках строительного дня прошло выездное совещание, в ходе которого побывала комиссия в поселке Клязьминское водохранилище, где проходила реконструкция здания бывшей прачечной. Теперь вместо нее в ближайшее время появится многофункциональный комплекс с филиалом поликлиники, аптеки, почтой, банковского отдела. Заказчиками выступили администрации Мытищинского района и городского поселения Пироговский. Сейчас проводятся последние отделочные работы. В июне привезут все необходимое оборудование для работы. А на 12 августа забланировано торжественное открытие данного комплекса. Более подробно я расскажу об этом в одной из следующих передач. 16 июня отмечают Международный день африканского ребенка. Впервые праздник был отмечен в 1991 году по инициативе организации африканского единства. С тех пор его празднуют ежегодно. Основная цель мероприятия – привлечь общественность, политика всего мира, детских и медицинских организаций к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни. Выбранная дата не случайна. 16 июня 1974 года в ЮАР произошла трагедия. Тысячи африканских школьников вышли на улицы поселения на окраине Йохансбурга и стали требовать повышения качества образования и права учиться на родном языке, за что были расстреляны. В России каждый год в третье воскресенье июня отмечают День медицинского работника. Точное время про возникновение медицины неизвестно, но я смело могу предположить, что она появилась одновременно вместе с человеком. Ведь с момента рождения человека постерегают различные болезни. Отличия лишь в методах лечения. Раньше использовали травы и заговоры, сейчас медицинские препараты. Этот праздник отмечают не только врачи, посвятившие себя этому нелегкому делу, но и люди, без которых бы не обошлась эта наука, а именно химики, биологи, лаборанты, санитары, инженеры и технологи, изобретающие специальное оборудование для лечения и диагностики болезней. В Мытищинском районе прошлый 2011 год был объявлен Годом здоровья, поэтому День медицинского работника отметили с размахом. Глава района Виктор Азаров на церемонии награждения лучших работников в сфере здоровья вручил почетные грамоты за многолетний и высококвалифицированный труд. После этого торжество продолжилось в Ледовом дворце Арена Мытищи, где звезды фигурного катания и артисты эстрады устроили незабываемое шоу для зрителей. Виктор Азаров на праздновании выступил еще раз со словами благодарности и поздравил их с праздником. На этом у меня все. Встретимся ровно через неделю на телеканале ТВ Мытищи. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!